Каждый день мы используем слова для общения и восприятия мира. Но вокруг нас есть еще огромное множество источников информации, которые мы осознанно замечаем гораздо реже, нежели слова, а обычно воспринимаем подсознательно или не воспринимаем вообще. Мы расскажем о некоторых из них. Цвет. Качественная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании физиологического, зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов. Цвета красного спектра, известные как теплые цвета, включают красный, оранжевый и желтый. Это теплые цвета, пробуждающие эмоции в пределах от ощущения теплоты и комфорта до злости и враждебности. Цвета голубого диапазона, известные как холодные цвета, включают голубой, синий, фиолетовый и зеленый. Эти цвета часто описываются как спокойные, однако также могут вызывать ощущение грусти или безразличия. В живописи и кино эмоциональное восприятие цвета осложняется содержанием произведения. Интересен тот факт, что конкретная ситуация картины изменяет эмоциональное звучание данного цвета не как угодно, а только на прямо противоположное общепринятому. Например, насыщенный спектральный желтый, безусловно веселый жизнерадостный цвет. Но в картине Ван Гога «Ночное кафе» этот цвет подчеркивает настроение отчаяния и тоски. Ну или, например, безоблачное голубое небо обычно внушает человеку хорошее безмятежное настроение, однако в картинах Сальвадора «Дали чистое небо» еще более усугубляет чувство ужаса, обнушаемой композицией в целом. Цвет широко применяется как средство для управления вниманием человека. Некоторые сочетания цветов считаются более благоприятными, например, синий плюс желтый, другие менее приемлемыми, например, красный плюс зеленый. Поэтому мы можем часто заметить фильмы, в которых присутствует тренировка именно желтого и синего цвета. Такие ассоциативные ряды являются основой при выборе цветовой палитры картины, кадра телефильма или образной фотографии при съемке в студии. Яркий, действенный, запоминающийся образ получается только тогда, когда он построен на физиологии человека, то есть активирует нужные связи в нервной системе и вызывает конкретные эмоции. Представьте себе, как неубедительно выглядит освежающий душ в красных тонах или жаркий секс в сине-зеленой гамме. На органы наших чувств цвета оказывают успокаивающее, возбуждающее или угнетающее действие. Звук. Физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн, механических колебаний в твердой, жидкой или газообразной среде. Если говорить о воздействии на эмоциональное состояние человека, то нельзя не упомянуть звук. Инфразвук, то есть частотный спектр звука, находящийся ниже спектра с высшим человеком, способен на определенных частотах входить в резонанс с некоторыми органами человека, вызывая в том числе сильные психические расстройства. Например, плач ребенка. Он способен вывести себя за считанные секунды. Ветряки, используемые для преобразования энергии ветра в электроэнергию, во время работы создают инфразвуковые волны, опасные для здоровья человека. Поэтому для их строительства используют удаленные от живых мест районы. Также необходимо отметить, что между восприятием левым и правым ухом есть различия. Правое ухо человека легче воспринимает речь, а левая, в свою очередь, более приспособлена для восприятия музыки. К такому выводу пришли американские ученые в ходе новейших исследований. Например, известная некогда группа Traffic зачастую просто убирала вокал в правую колонку за тем, чтобы слова их песен лучше воспринимались слушателями. Или, например, культовая группа Pink Floyd часто переводила вокал с левого канала направо и обратно с целью повысить смысловое восприятие, либо, напротив, увеличить значение музыкальной составляющей произведения, таким образом управляя восприятелем зрителей. Мимика и жесты. Сторона общения, состоящая в обмене информации между индивидами без помощи речевых и языковых средств. Выполняет функции дополнения и замещения речи. Передают эмоциональное состояние партнеров по общению. Что обозначает мимика лица? По мере взросления, воспитания и обучения, а позже и в профессиональном развитии, человек обладает определенной системой вербальной и невербальной коммуникации, которую он использует в своем общении с окружающими людьми и взаимодействием с окружающим миром. По мнению ведущих специалистов по невербальному общению, с помощью слов передается всего лишь 7 процентов информации, тогда как с помощью звуковых средств 38, а с помощью мимики и жестов около 55 процентов. Таким образом, не важно, что именно говорит тот или иной человек, более важным является то, как он это делает. Понимание языка, мимики и жестов другого человека позволяет читать собеседника, видеть, какое впечатление произвело на него услышанное, узнать его позицию еще до того, как он выскажется по этому поводу. Через невербальное общение осуществляется обратная связь, которая определяет отношение людей друг к другу. Знать выражение лица при различных эмоциях полезно не только для того, чтобы понимать других людей, но и для тщательнейшей обработки обычно это делается перед зеркалом, своих рабочих реакций. На мимические жесты мы часто обращаем внимание, но редко логически их преобразовываем во что-то четкое и ясное. Рассмотрим такое преобразование на примере игры в покер. Игроки в покер, как правило, неплохо знают своих соперников. Они изучают их стиль игры, манеры, эмоциональное проявление, артикуляцию. И, в принципе, практически всегда знают, с кем они столкнутся. К девушке выпадают две дамы. Несмотря на то, что ей кажется, что она контролирует ситуацию, ее глаза расширяются под воздействием катехоламинов, дофамина и норадреналина, которые оказывают действие на мимические мышцы и таким образом вызывают их непроизвольное сокращение или расслабление. В попытке хоть как-то скрыть свои эмоции, ведь ее только что чуть не раскрыли, она пытается передать напряжение мимическим и жевательным мышцам лица. Она начинает жевать жвачку. Некоторые люди сходу понимают то, что не могут контролировать свою мимику, свои жесты и где-то так или иначе они прокалываются. И они начинают использовать какие-либо способы внешней защиты. Например, надевать солнечно-защитные очки, надвигать на глаза кепки, играть в перчатках, прятать руки под стол. Девушка удивлена повышением ставки. Реакцию девушки можно оценить так. Ну что ж, давай поиграем. Мои шансы на победу достаточно велики. На ривере появляется последняя карта. Игрок-мужчина видит, что он уже выиграл. Его комбинация карт сильнейшая из тех, которые вообще могут быть в данный момент на столе. Мужчина-игрок видит, что он уже выиграл. У него самая старшая комбинация всех возможных на этом столе. Он с трудом, но сдерживает свои эмоции и сжимает руки, которые могут выдать его. Вместо радостного возбуждения он как будто бы разочарованно откидывается на спинку кресла и сжимает руки в кольцо за затылком. Так обычно поступают игроки, которые поняли, что проиграли. Девушка видит это и идет ол-ин. Ставит в банк все свои фишки. Это, собственно, как раз то, чего он добивался. Она неправильно прочитала его эмоции, и он обманул ее. Мы не замечаем многое из того, что нас окружает, с чем мы взаимодействуем каждую секунду. А ведь если придавать больше значения таким мелочам, можно понять, почему в тот или иный момент мы испытываем те или иные чувства, а в голову нам приходят те или иные мысли. Все мы любим хорошо посмеяться. Смех сопровождает человека с древних веков, уходя корнями в те времена, когда разум, культура и общество только-только зарождали среди наших далеких предков. Не случайно одним из первых литературных жанров является сатира. Впервые сатира появилась в античной литературе и представляла собой стихотворное произведение, которое в красках высмеивало какого-либо человека или события. Есть легенда, что древний греческий поэт Гиппонакт писал о своих оскорбителях такие язвительные стихи, что те сводили счеты с жизнью. В нашем обществе отношение к юмору вообще и к сатире в частности всегда было весьма позитивное. Это неудивительно, ведь положительные эмоции, которые испытывает смеющийся человек, для него исключительно приятны и полезны. Однако, хотя сатира и стремится вызвать смех у публики, юмор не является ее главной составляющей. В первую очередь, современная сатира – это резкое и безжалостное нападение. Давайте же попробуем понять, как сатира воздействует на народные массы. Основной психологический эффект сатиры заключается в том, что при высмеивании человека или события снижается серьезность их восприятия. Они перестают внушать доверие и кажутся малозначащими. Многие верят, что это можно использовать в качестве оружия. Всего лишь выставив какого-либо лидера в смешном свете, можно быстро лишить его уважения и доверия даже среди собственных последователей. Какими бы мудрыми и правильными ни были бы его речи, они уже не будут восприниматься с былой серьезностью. Ученые международной группы Демос считают, что именно с помощью сатиры можно бороться с террористической группировкой Аль-Каида. Они выяснили, что молодые люди, вступающие в группировку, делают это не столько из-за радикальных взглядов, сколько из-за ее привлекательности и крутости в их глазах. А что, если объекту сатиры самому выгодно быть осмеянным? Например, преступнику. Ему совершенно не помешает, если его отчасти будут считать шутом. Посмеявшись, народ воспримет его действия не так сурово и будет относиться к преступнику более снисходительно. Теперь давайте посмотрим, что бывает, когда высмеиваются не люди, а явления. Серьезное отношение к ним пропадает, какими бы ни были тяжелыми последствия. Так что высмеивание людских пороков не так безобидно, как может показаться. Шутка на тему наркомании или алкоголизма снимает связанное с этими понятиями ощущение опасности. Это объясняет, почему 80-е и 90-е годы так часто показывали по телевизору юмористов. Они очень здорово снимали напряжение с общества и делали развал страны довольно легким и безболезненным. С появлением интернета люди получили доступ к огромной базе информации. В блогах и социальных сетях моментально появляются комментарии сатирического характера относительно событий, происходящих в мире. Сатира – очень мощное оружие, которое способно массово влиять на мировоззрение людей. Поэтому, когда в следующий раз увидите смешную картинку в соцсети, подумайте, кому выгодно, чтобы вы над ней посмеялись. Представьте, что это яблоко – вся ваша жизнь. А это время, что мы тратим на сон. Примерно треть жизни. Это в среднем 23 года. Много, не правда ли? За это время, к примеру, можно выучить нотную грамоту и сочинить гениальную симфонию. Или научиться рисовать и написать картину, которая войдет в историю. Ну или потратить это время на написание великого романа. Известно, что для продуктивной работы человеку необходимо около 8 часов сна. Но так ли это? Например, всем известный Наполеон Бонапарт спал 4 часа в день. А физик-изобретатель Никола Тесла спал 2-3 часа в день, так как просто не мог оторваться от своих экспериментов. А Леонардо да Винчи придумал свою методику сна. Он каждые 2 часа спал по 15 минут. В итоге он спал около полутора часов за сутки. Возникает вопрос, а можно ли совсем отказаться от сна? Давайте исключим частные случаи и отправимся к реке Маисе в Бразилии, где живет необыкновенное племя индейцев Пироха. Люди этого племени не спят, потому что считают, что во время сна они умирают и просыпаются другими людьми. Они дремлют 15-30 минут в день, прислонившись к хижне или дереву. Но прежде чем отказаться от сна и стать успешным и счастливым, давайте все же разберемся, что такое сон с научной точки зрения. Разделим его на две фазы – медленный и быстрый сон. В свою очередь медленный сон состоит из четырех стадий. Первое – погружение в сон. Длится эта стадия от 5 до 10 минут. Дыхание замедляется и выравнивается, снижается частота сердцебиения и наблюдается медленное вращательное движение глаз. Наступает дремота с полусонными мечтаниями, абсурдными или галлюциногенными мыслями и образами. Вторая – более глубокая стадия сна. Движения глаз, как правило, прекращаются, мышцы расслабляются и тело практически не двигается. Эта стадия занимает приблизительно половину от общего времени нашего сна. Третья – еще более глубокая стадия. В ней продолжает снижаться частота сердцебиения и дыхания. На эту фазу приходится около четверти от общего времени сна. Четвертая – самая глубокая стадия. В это время человека разбудить очень сложно. Возникает 80% сновидений, и именно на этой стадии возможны приступы лунатизма, ночные ужасы и разговоры во сне. Однако человек почти ничего из этого не помнит. Затем начинается фаза быстрого сна, или REM-фаза. С английского языка аббревиатура переводится как «быстрое движение глаз». В этой фазе фиксируется повышенная активность головного мозга. Почти все мышцы находятся в расслабленном состоянии. Одним из признаков этой фазы являются быстрые движения глазных яблок. В REM-фазе снятся наиболее ясные и легко запоминающиеся сны. Фаза быстрого сна длится 10-20 минут, и за ней следует фаза медленного сна. Таким образом, получается сонный цикл, который длится около 90 минут. Затем он повторяется несколько раз. Количество циклов зависит от времени, которое вы тратите на сон. Кстати, именно поэтому, чтобы лучше высыпаться, на сон следует тратить время, кратное одному циклу – полтора часа. Вот так и устроен сон. Но какие функции он выполняет и зачем все-таки нужен сон? Во-первых, сон обеспечивает отдых организма, расслабление и восстановление мышц. Во-вторых, сон восстанавливает иммунитет путем активизации Т-лимфоцитов, борющихся с простудными и вирусными заболеваниями. В-третьих, сон способствует переработке и хранению информации, облегчает закрепление изученного материала. Мозг своего рода сортирует то, что мы увидели, услышали, подумали за день. Так что учить стихи перед сном на самом деле эффективно. А как же яркие, порой абсурдные сновидения? Не стоит недооценивать их, ведь это не просто бессмысленные видения. Например, вам снится кошмар. Вы в лесу. Это не просто страшный сон. Мозг воссоздал вымышленную ситуацию, чтобы понять, как сознание и тело будут реагировать на нее, что стоит предпринимать и как можно с ней справиться. Иногда во снах мы можем найти решение проблем и ответы на вопросы, которые нас волнуют. Так, по легенде, мысль о расстановке химических элементов в системе пришла Менделееву во сне. А Дали черпал из снов идеи для своих картин. Подведем итог. Сон – это то, без чего мы просто не сможем существовать. Отказ от сна, хотя бы частичный, приведет только к ухудшению здоровья. Да и в целом сон и яркие сновидения – это прекрасно. Нет на планете существ, которые бы не спали. Менделеев Я иду за тобой, скрываюсь от проблем. Я знаю, что ты не любишь скучно тем. Сегодня мы будем слушать слуги улиц, ведь не зря мы сегодня с тобою столкнулись. Позволь мне проводить тебя, Ведь все равно тебе не деться от меня никуда, никуда. Позволь мне проводить тебя, Ведь время ночи, время ночи, тебе до мной пора. Только ты, ты знаешь, мои желания. Все, что чувствую я, не фантазия. Твоя мелония, игра внутри меня. Все, что с нами есть, это иллюзия. Даже если до рассвета еще далеко, Я готов тебя ждать, ведь так быть должно. Я пропадаю в твоих образах и в твоих глазах. Я обвинен от твоего нежного запаха. Я буду часами ждать тебя, Ведь все равно мне не деться от тебя никуда, никуда. Я буду часами ждать тебя, Ведь без любви, без любви, без любви, Мне не прожив. Только ты, ты знаешь, мои желания. Все, что чувствую я, не фантазия. Твоя мелония, игра внутри меня. Все, что с нами есть, это иллюзия. Твой летний вкус в моих губах, Сделай вдох, я сделаю шаг. Ты чувствуешь под ногами вибрация, Музыка дает нам мотивацию. Нам надо быть бодрее, Мысли о делах отбросить скорее. Не бойся прикоснуться к губами, И ты узнаешь тайну между нами. Мне не надо слов, чтобы любить тебя вновь и вновь. Я ловлю аромат твоих волос, Словно ищу я миллион роз. Я знаю одно, кроме тебя мне не надо никого. Я дам тебе от сердца ключи, Чтобы сомкнуть наши пути. Только ты, ты знаешь, мои желания. Все, что чувствую я, не фантазия. Твоя мелония, игра внутри меня. Все, что с нами есть, это не иллюзия. 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 Вакцина против всех бед на свете Он знает главный секрет от грусти и депрессии Все на его лице, он радостен и весел Улыбкою своей встречает он прохожий Такой смешной чувак, ни на кого не похожий И если ты его увидишь на своем пути То мимо без улыбки точно уж не сможешь пройти Улыбайтесь, люди, улыбайтесь чаще Улыбайтесь, несмотря ни на что Улыбайтесь шире, улыбайтесь громче Улыбаться запретить не сможет вам никто Улыбайтесь, люди, улыбайтесь чаще Улыбайтесь, несмотря ни на что Улыбайтесь шире, улыбайтесь громче Улыбаться запретить не сможет вам никто Я расскажу тебе секрет хорошего настроения Это не займет много времени Просто проснувшись с утра, возьми и улыбнись И так с улыбкой на лице минут на пять задержись А если лень обуяла, напала вдруг на тебя Смахни скорее одеяло теплое себя Вставай и начинай по комнате, как лошадь, скакать И через пару минут ты уже будешь ржать Улыбайтесь, люди, улыбайтесь чаще Улыбайтесь, несмотря ни на что Улыбайтесь шире, улыбайтесь громче Улыбаться запретить не сможет вам никто Улыбайтесь, люди, улыбайтесь чаще Улыбайтесь, несмотря ни на что Улыбайтесь шире, улыбайтесь громче Улыбаться запретить не сможет вам никто Живем на планете, земля, солнце, дети Ведем себя так, словно эти, ну и эти Скрываясь в лесах, держим чувства в секрете Ах, хочется жить там, где дует теплый и соленый ветер Улыбки на лицах, счастливые птицы Поют в свои трели соловьи и синицы Вокруг только эхо от громкого смеха И все так хорошо, что хочется кричать Улыбайтесь, люди, улыбайтесь чаще Улыбайтесь, несмотря ни на что Улыбайтесь шире, улыбайтесь громче Улыбаться запретить не сможет вам никто От улыбки станет всем теплее И слону, и даже маленькой улитке Так пускай повсюду на земле Будто лампочки включаются улыбки Улыбайтесь, люди, улыбайтесь Улыбайтесь, люди, улыбайтесь Вам за это ничего не будут Улыбайтесь, люди, улыбайтесь Ни за что и никогда Улыбайтесь, люди, улыбайтесь И строгие твоей пышной грудью восхищаются боги Когда ты мимо проходишь, все видят снахлых купальник Тебе не нужно быть умной, помочь готовы все парни Я обычный парнишка, на столе лежит книжка Занят только учебой, все отношения излишки И вот однажды под вечер ты, улыбнувшись, спросила Купил ли я свечи, к себе домой пригласила Я сразу понял, к чему ты клонишь Когда твой взгляд пронзает все, на что ты смотришь Я не уверен, готов ли я на этот грех Но так и быть, я объясню тебе термех Субтитры создавал DimaTorzok Чайка над морем летит И ей не нужно ничего В голове, брюс, на глазах, перед ноги Понятно, оно отражает небо И сверх ее пустота Ветер выдул все на верхняка И я режу облака Суша видна, чайка Держит курс на запад Чайка 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 Увидит она миллион Таких же чайек, как и он Для нее должно быть это сон В унизон Обсуждаю чайки что-то Истинно вам говорю Если пшеничное зерно Прочи всем люди умрет То останется одно А если умрет То принесет много плода Много плода Поехали, Андрюха Суша видна, чайка 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 Летели облака, летели далеко Как мамина рука, как папина трико Как рыбы корабли, как мысли дурака Над стеклами земли Летели облака, летели облака Летели купола, дороги и цветы Звоня в колокола, беспечные как ты Как капли молока, как здравствуй и прощай Как недопитый чай, летели облака, летели облака Летели кирпичи, солдаты старых стен В баке мои печи, драконы перемен Нестрашная война, не горькое вино Печальная страна, а в ней твое окно А в ней твое окно Печальная страна, а в ней твое окно Печальная страна, а в ней твое окно Печальная страна, а в ней твое окно Субтитры создавал DimaTorzok Дом нет меня Где дым волос не затуманит белый день Где сосны от янтарных слез Утрет заботливый олень Я только там, где ты порой на дверь глядишь с надеждою И как ребенок с детворой И как ребенок с детворой Ты лепишь бабу снежную Там нет меня Где пароход в ночи надрывно прогудел Где понимает небосвод Где понимает небосвод Что без тебя осиротел Я только там Где нет меня Вокруг тебя невидимы Ты знаешь, без тебя и дня Ты знаешь, без тебя и дня Прожить нельзя, мне видимо Я только там Где нет меня Вокруг тебя невидимы Ты знаешь, без тебя и дня Ты знаешь, без тебя и дня Прожить нельзя, мне видимо Ты знаешь, без тебя и дня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Don't cry 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!